всем здравствуйте сегодня мы с вами смотрим тему какой вы хотите быть на более высоком уровне бытия прям знаете вот некий такой идеал что ли каким бы вам хотелось быть именно с точки зрения духовности я не знаю может быть обладать какими-то качествами может быть обладать какими то умениями ну в общем посмотрим да вот об этом будет сегодня расклад выбирайте позиции все необходимые контакты есть в описании под этим роликом по ссылке мои услуги также есть ссылка на мой второй канал на ютюбе и по ссылке мои услуги можете найти мои контакты и мой телеграм-канал кому это интересно вот а мы с вами давайте приступим и так позиция номер один единички смотрим какое вы хотите быть на более высоком уровне бытия прям вот идеальным да на самом таком высоком возможности какой вы хотите быть ну вот аркан солнца и выпал так как какой вы хотите быть вы хотите быть прекрасной грациозной прям вот здесь смотрите женщины эпохи возрождения нам все самое олицетворяет все самое прекрасное изобильное позитивное привлекательный привлекательный очень яркой я бы сказала сияющей так которая знаете аркан солнце всегда горит про какие-то лидерские качества но я не вижу чтобы здесь были лидерские ну то есть не то что их у вас нет но вы просто на это акцент не делаете если мы говорим про идеально высоком уровне дата достичь такого состояния да когда вы находитесь постоянно в радости и вот как-то знаете излучаете ты даже добром я не могу назвать а вот какой-то солнечный свет да вот когда а причем вы знаете он с одной стороны и согревающий некоторые степени с другой стороны он как освещает да какой-то путь другим людям и с третьей стороны он может все же и наказывает да то есть солнце может быть палящим тоже может наносить некие такие ожоги то есть это вот когда знаете пересекаешь какие-то границы дозволенного ощущение того что здесь как будто бы человек хочет быть настолько самодостаточным не в финансовом плане а хотя в этом тоже может быть да то есть я не исключаю потому что солнце у нас тоже говорит про примут большие такие деньги на про изобилие пролоск шик здесь скорее всего это будет как подушка безопасности для того чтобы вообще не задумываться на это счет да что вот вот не париться о деньгах и а бытовой какой-то жизни здесь человек хочет действительно как-то знаете наслаждаться жизнью пребывать все время вот в состоянии прекрасного расположения духа и состоянии как-то знаете какой-то вот душевные роскоши что ли когда вот он не беспокоится ни о чем но здесь нету спокойствие здесь есть радость здесь присутствует знаете вот это вот своего рода праздный образ жизни но он не говорит о том что здесь человек легкомысленный а наоборот человек достаточно глубокий который понимает смысл жизни именно поэтому он относится к ней достаточно легко есть могу сказать что по этому аркану здесь человек хочет быть отшельником да как км-то затворцем на которого никто не обращает внимание здесь вы хотели бы быть на виду но а такое знаете здесь чувство что вот я как будто бы держу все равно некую такую дистанцию я ни от кого не скрываюсь мне вообще скрывать ничего да то есть я такой вот человек открытая книга но все же это солнце она может спалить да то есть если слишком близко приблизиться но если слишком близко приблизиться все равно можно как-то вот обжечь да то есть я могу указывать дорогу я могу как маяк да показывать путь путникам но вот близко ко мне приходить не нужно я все равно нахожусь вот каком-то своем измерение в каком-то своем состоянии блаженства некой такой благодарности но опять же здесь нету когда правильно ты здесь донести есть такое очень интересное состояние что с одной стороны может показаться найти вот как у аркана шута то есть есть некая такая вот легкость и может она может восприниматься как глупости и также и добро и доверчивость может восприниматься как слабость но здесь далеко человек не слабый да то есть здесь человек вообще понимает что смысл жизни для иногда быть просто ну прикидываться дурачком на потому что одним нету смысла доказывать что-то а другие не поймут и поэтому заморачиваться на этот счет нету смысла да то есть нужно наслаждаться то есть есть человек который делает акцент на наслаждение жизни причем знаете вот с такой жаждой чтобы все успеть здесь нету суеты когда я говорю успеть это у человека здесь как будто бы есть много разных идей желаний каких-то возможностей которые хотел бы их реализовать и в силу того что они все какие-то амбициозные большие масштабные какие-то может не хватить одного воплощения вот с этой точки зрения человек думает о том что просто надо этому есть на делу эта идея посвятить очень много времени да то есть это не год и не два это вот некий такой путь по жизни надо выбрать один путь потому что как будто бы вот на несколько путей меня не хватит вот как-то так здесь какой еще вы хотите быть на более высоком уровне бытия человеком бесстрашно вот я говорю здесь как-то проходит аркан шута человек который умеет поглужаться воды своего бессознательного человек который умеет преодолевать свои страхи в идеале быть знаете вот каким-то неуязвимым бесстрашным человеком почему-то вот для вас страх то ли он но он очень важен да то ли у нас останавливает а здесь заключается том что каким-то образом присутствует вашей жизни вот скорее всего он мешает ограничивает может быть в чем-то вот это вот солнце да здесь вот такой вот контраст происходит да с одной стороны солнце когда все ясно все прозрачно все на виду а с другой стороны тройка сосудов говорит о некой такой о чем-то таком потаенном да о чем-то таком скрытым во что человек боится погрузиться в том числе это может касаться и эзотерических каких-то практик да то есть возможно вы хотели бы достичь такого уровня до чтобы познать что-то такое скрытое от вас на пролить свет вот на какие-то темные уголки вашего сознания либо как-то вот разобраться с неопознанной какой-то частью до вашего сознания с бессознательным вот что-то туда тут хочется как-то знаете нырнуть но что-то здесь человека останавливает не он понимает что это вот является каким-то ограничением его жизни чтобы полностью как-то насладиться то есть есть какие-то вот знаете темные пятна на солнце хочется сказать да и вот эти пятна они каким-то образом омрачают вас вот вы хотели бы набраться как-то храбрости смелости и шагнуть в это так еще какой вы хотели бы быть на более высоком уровне бытия король кубков мастером любви до мастером эмоций состояния то есть человек который умеет управлять состояниями и опять же таки кубков и здесь говорит про наслаждение про удовольствие когда человек создает вокруг себя атмосферу такой знаете обволакивающую приятную как к теплые источники да где вот прям здесь вот это вот блаженство наслаждение и обволакивающая какая-то такая атмосфера но при этом здесь человек который понимает прекрасно психику другого человека но и свою в том числе вот то есть здесь может быть работа вот с бессознательным то есть с той частью психики которая как будто бы непонятно многим то есть как будто бы недоступно я хотела сказать но на самом деле скорее всего не совсем понятно король кубков почему является мастером эмоции чувства и состояния потому что он понимает психику и в данном случае да то что здесь вам важно понимать то что скрыто именно в контексте каких-то эмоций то есть распознавать какие-то скрытые эмоции распознавать то что где-то вот подавлено то что не проявлено здесь хочется сказать знаете как человек такой хороший психолог именно практик психолог не теоретик а именно практик так ну и конечно же про чувство любви да то есть человек который понял осознал и принял любовь в своей жизни человек который понимает что это такое даже не на уровне главы на уровне вот именно чувств то есть он знает что это что такое любовь вот именно настоящая любовь такие глубокие глубокие чувства и последний аркан какой вы хотите быть на более высоком уровне быть я начали с великого аркана и закончили дьяволом дьяволом человеком которые поскольку мы говорим в контексте высокого уровня на человек осознанный человек то что я говорю как чин именно человека тот который возглавляет на свои инстинкты тот который их обуздал человек достаточно разумный осознанный тот человек который принял свою плоть принял теневые какие-то здесь аспекты то что его пугало и это помогло ему прийти именно к очень высокому уровню осознанности здесь по дьяволу и солнцем на идет как раз ки тот аспект когда человек полностью владеет своими тенями человек с ними знаком человек знаком со своими субличностями да он их принял и и здесь знаете как будто бы еще человек который получил какие-то знания вот вот то что я говорю про уровень осознанности это не имбирическим путем а здесь как будто бы получены какие-то мистические знания которые помогли человеку либо помогает человеку прийти именно к такому состоянию то есть когда человек смотрит на вещи под другим углом не так как обычно принято когда к нему приходит понимание вот это вот глубинное понимание его жизнь меняется то есть изменяется тогда когда человек что-то понял что-то осознал своей жизни но это приходит вот именно через какие-то знания через возможно через мистику неким таким образом то есть то что скрыто вам как будто бы открывается здесь какой-то доступ именно к такого формата знанием но здесь необходимо вот именно храбрость какая-то до чтобы пойти нырнуть в эти знания потому что многих может останавливать этот страх да то есть только храбрые и мужественные идут вот такого рода знания почему потому что здесь опять таки очень важно понять не взять на себя больше да то есть не проявить свой свое эго и сказать да я справлюсь и потом в конечном итоге стать заложником этих теней то есть не стать владыком владыкой и князем управляющим этими эмоциями стать их наоборот заложниками то есть здесь как будто бы цена конечного результата она очень велика но только те храбрые да которые все-таки пойдут в этот путь они действительно будут получат вознаграждение вот именно за свою смелость и за свою храбрость и отважность здесь как будто бы знаете вроде бы путь открыт всем но с другой стороны не все этот путь выбирают не потому что им надо или не надо а потому что мне хватает смелости шагнуть да то есть вот знаете на словах иногда бывает так что что-то меня берешь на слабо да и все такое а на самом деле действительно слабо пойти и сделать что-то вот здесь как будто бы про это и вы хотите стать в краске человеком который преодолеет здесь дьявол не идет у нас контексте иллюзия а именно огромных фобий то есть человек вот какой-то знаете бесстрашный кто может быть бесстрашным человеком человек который получил знания но есть человек который приобрел свет своей душе то есть то что ему все ведомо на то что он знает то что освещено то есть свет это и есть по сути знания то есть отсюда мы говорим до просветленный но здесь не про просветление здесь не про такого рода духовность а именно про познание себя да то есть человек который умеет настолько управлять собой своими чувствами своими эмоциями потому что он их познал он познал природу и он понимает да что такое чувство и он учился с ними совладать управлять ими и от этого он получил доступ вот как раз таки к этому солнцу к еще более высокому уровню знаний и света просто я вспомнила сейчас знаете может быть не совсем в тему но водись как этот одессе да один ну в общем про одиссея не знаю как правильно по-русски называется вот путешествие одиссея там есть такой момент когда он спускается в подземное царство и встречается с предсказателем терисея и вот этот слепой предсказатель да почему он ослеп потому что его ослепила богиня афина богиня афина она является олицетворением мудрости и вот как раз таки этот предсказатель почему он ослеп до чисто аллегорично смысл заключается в том что он познал он познал знания вот эту вот мудрость этот свет и этот свет ослепил его физические глаза да то есть плоти то есть материальный мир ему уже не важен а у него открылся внутренний свет на то есть ему не нужны физические глаза для того чтобы увидеть мудрость для того чтобы увидеть так как обстоят вещи на самом деле и поэтому познав мудрость он слепнет но при этом у него открывается другого рода знания да то есть видение внутреннее стояние души то есть человек который мудрец который познает именно но вот эти вот знания до получает о том как а именно от богини афины да как богини мудрости то есть он соприкасается к этому источнику света и слепнет физическом мире ну помимо того что вибрации света намного выше чем материального плана и как правильно как правило они сжигают плоть да то есть материю здесь получается так что он слепнет и в принципе ему глаза то физически не нужны потому что он становится обладателем внутренних знаний которые он получил и вот здесь я не говорю о том что именно так произойдет но вот какая-то метафора все равно из этого проследует да то есть человек получает какие-то знания и исходя из этого света внутреннего который пролился на него да он превращается именно вот в это солнце да то есть он наполняется этим солнцем и начинает светить другим людям не своим эго обратной стороны медали дать дьяволом а он светит светом он их обыгрывает и он их как это освещает путь вот это для вас было бы самым идеальным да так скажем примером как как каким либо какой вы хотели бы быть на высоком уровне бытия ну то есть мне так показали здесь так это была первая позиция это была первая позиция мы с вами идем позиция номер 2 красненькому камешку двоечки какой вы хотели бы быть на высоком уровне бытия пошел кубков да здесь как будто вы знаете идет человек человек искусства человек творчества человек который как будто бы все время находится в каких-то не сайтах да как некие такие вспышки которые входят в голову и он получает через эти вспышки мысли мысли которые в дальнейшем может реализовать о прекрасном об искусстве о каком-то знаете вот состояние познания любви но здесь вот какой-то начин начальный этап да как будто бы здесь человек хочет познать любовь именно в материальном мире то есть он хочет познать свет в материи до осветить эту материю если так можно сказать именно собой то есть стать таким человеком опять же таки это не совсем про проводника а это тот человек который не знаю вот как в нейронных связи да есть вот этот вот электрический импульс который бегает до все время по от одного нейрона к другому вот здесь вот как как-то какой-то вот такой импульс то есть это вот маленький но заряд но при этом он достаточно весомый то есть стать таким человеком который бы не знаю возможно других людей вдохновлял возможно как-то вот вот мне идет почему-то поэты знаете вот художники но люди творчества люди которые познают этот мир через прекрасное вот вам хотелось бы стать таким человеком который бы именно познавал мир и любовь и через прекрасное через творчество каким-то образом вот ну и в дальнейшем ветер для циркубков идет развитие и в дальнейшем как человек который получает вот эти вот знания да вот эту информацию несли бы в люди как-то делились бы да вот своими идеями своим каким-то вот вдохновением бы то что находит на вас до дальше потом бы вы это превращали каким-то образом в опыт да то есть здесь нету такого эгоистичного что вот я хочу только для себя здесь есть обязательно про то что нужно это как это отдать надо этим поделиться надо про это рассказать особенно если вот здесь все что касается любви идет речь даже отличается немножко от первой позиции потому что там любовь идет вот прям вот в истинном ее понимание до духовности и божественного проявления здесь же идет любовь в контексте земного проявления именно так как вот эти вот эмоции даже не любовь это не чувства это не глубокие а это вот именно вот эти вот эмоции да то есть человек который чем-то загорелся вот обязательно хочет поделиться знаете вот энергии никого такого флирта в атмосфере витает такой легкой влюбленности да здесь нету еще глубоких чувств здесь есть эмоции очень много эмоций и они такие приятные они то есть здесь человек знаете как будто бы есть парноеды да то есть те которые питаются праной энергия а здесь как будто бы люди питаются эмоциями вот прям вас причем такие знаете вот эмоции чего-то такого возвышенного именно прекрасного поэтому я сказала про искусство потому что я не знаю кто-то может быть слушает музыку вы знаете как-то вдохновляется есть такое состояние когда голова поднимается наверх вот как будто бы к свету до тянется лицо лицо поднимается наверх и вот такая вот какая-то улыбка наполненная вот именно светом вдохновением да и человек вот как будто бы замирает вот в этом состоянии некого такого знаете не знаю созвучия что ли с миром такое чувство что вот он слышит какую-то мелодию да то есть то что не слышат другие люди вот именно как то знаете на рассвете что ли на заре вот именно там я знаю в 5 утра вот прям ранее ранее такое знаете вот как только появляются первые лучи и вот человек смотрят на них у него вот прям как на меняется какое-то состояние она его очень-очень наполняет и здесь вот как будто бы есть такое желание что вот передавать эти состояния вот то что человек ощущает у него и желание передать рассказать об этом поделиться еще какой вы хотели бы быть на более высоком уровне бытия бабочкой да бабочка здесь что-то такое легкая легкая пылинка перышко что-то такое аркан шута легкий какой-то вот такой ветерок да здесь идет то есть то что порхает вот что может может быть какая-то ленточка на ветру что-то что-то здесь идет такое просто мне много разных ленточек они какие-то такие длинные я не мог бы не то ли они к палочке привязаны то ли к забору вы знаете вот ветер когда дует прямо вот легкий такой ветерок и вот это вот колыхание да не знаю с чем это связано показано здесь так какой вы хотели бы быть легкой легкой вообще легкой непринужденный вообще не дайте как-то не не включаться во что-то не отяжелять не обременять себя какой-то ответственностью просто двигаться по жизни вот именно только знаете как разница в первой позиции там это тоже присутствует присутствует по солнцу вот прям такая личность состоявшаяся целостная а здесь вот как будто бы знаете как помните мультик про капитошку вот был мультик капитошка который все время смеется вот это вот вода капелька да вот он везде не знаю прыгает не знаю почему я вспомнила этот мультик да но вот здесь вот вы как капитошка то есть персонаж который всегда в позитиве всегда всему рад здесь не про доброту а именно про эмоции при эмоции радости легкости чего-то такого приятного это удовольствие и в этом есть все время движение его ничего не отягощает мне тут какой-то грусти нету каких-то заморочек вот здесь в идеале вы бы очень хотели быть таким человеком который просто идет по жизни и вот именно как нет вот здесь нету да а у нас вспоминайте в классике дашь утон как-то вот лицо наверх поднял да и смотрит как-то в небеса в небеса вот мне такое идет здесь человек который просто двигается по жизни легко непринужденной и не обремененно вот что-то такое еще какой вы хотели бы быть на более высоком уровне бытия человеком знаете который вот как будто бы не боится не боится что-то делать потому что здесь вот по семерке мечей такое ощущение что человек причем знаете смотрите как и шут на что шу что семерка мечей они как будто бы оглядывается назад то есть присутствует вот какой-то я не знаю какая-то настороженность прошлого поэтому ощущение того что я не хочу быть обремененным тем что было как-то вот в прошлом потому что что-то в этом прошлом вас пугает и вы хотели бы стать таким человеком который вот именно легко легко идет по жизни не оглядываясь назад не потому что вы там боитесь какого-то наказания либо ваше прошлое как-то повлияло на вас а вот просто потому что я хочу двигаться и но вы не убегаете здесь ни от кого вывод просто насторожены немножко что вдруг меня кто-то догонит вдруг мне что-то скажет вдруг там я не знаю меч спину воткнут вот какие-то такие моменты здесь идет какой еще вы хотели бы быть знаете человек который находится именно в балансе ни о чем не суетиться такое такое чувство что вот вам как будто бы не хватает времени именно на себя человек который живет вот именно без времени без времени меж каком-то пространстве причем вот я не ощущаю что вы как-то передвигаетесь в теле есть такое чувство что вот вы как-то передвигаетесь по эфиру что ли как-то вот витаете летаете есть вас эта легкость нету обремененность материи и вы хотели бы быть конечно же в балансе с собой что чтобы вот не было вот тяжести груза выбора какого-то что все вот как-то знаете складывалось само по себе когда человек идет вот именно в потоке еще но чтобы не было вот этих вот запутанных каких-то моментов то понимаете до тех пор пока здесь работают эмоции это все хорошо как только включается голова семерка мечей как только появляются какие-то мысли они все время вот луна вот здесь вот луна до лабиринта аркан лабиринта все время путаетесь да то есть вы теряетесь как будто бы то есть до тех пор пока ваша жизнь опирается на эмоции на интуицию на какие-то ваши чувства состояния вам легко как только надо включать голову вы теряетесь потому что путаетесь именно но блуждаете по чертогам вашего разума а там вот все как-то так это мудрено как-то все запутано и невозможно выйти из этого лабиринта и вы туда и не хотите то входить поэтому вот все что такое знаете хотя интересно луна управляет нашими водами до нашими эмоциями состояниями но вот здесь главное чтобы не входить какие-то логические состояния хотите быть человеком где можно жить вот именно интуитивно как-то в гармонии с природой не знаю может быть на каком-нибудь острове до необитаемом где не нужно думать о том где заработать какие-то деньги либо как что-то оплатить там кто-то кому-то чего-то должен нет вы знаете вот такое ощущение парение в неком таком танце танец жизни опять-таки про острова до гавайские острова и вот эти вот танцы у девушек такие красивые где у них на набедренная полоска да вот этот венок на голове вот такие вот танцы радости праздника с природой землей что-то здесь такое главное чтобы не было хочет сказать мозга крутства чтобы вот мозги не мешали каким-то образом да вот для вас вот такой вот уровень бытия был бы приемлемы так это была вторая позиция ну прекрасно прекрасно когда люди живут на эти вот так в гармонии своими эмоциями и они прекрасны для них так и позиция номер три зелененький камешек троечки смотрим вас какой вы хотите быть на более высоком уровне питья по шпиндатли ученик да знаете вот как будто бы вечный ученик либо посланник 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 бога посланник солнца на посланник солнце изобилия на земле знаете как будто бы человек у которого есть возможность выбора такое чувство что как будто бы у вас сейчас его что ли нету человек который умеет брать шанс браться за какой-то шанс за какой-то возможности и при этом иметь выбор почему-то здесь выбор важен какой еще вы хотели бы быть на более высоком уровне ну король мечей всегда говорит про интеллект на рационализм про стратегию выстраивание вот всех этих многоходовок кстати вот здесь вот тоже да у нас семерка кубков говорит про многоходовость то есть умение выбирать скорее всего почему важно правильный для вас путь тот который даст вам какой-то шанс какой-то возможность то есть умение выбирать сразу то что вам нужно не что попало именно из многообразия выбрать что-то одно и сделать правильно и верное какое-то решение принять здесь почему-то важно сейчас стала до сделать правильный верный выбор почему потому что он здесь по восьмерки сосудов есть такое ощущение что есть какие-то внешние преграды внешние обстоятельства до которые вас связывают вот поэтому я и сказала да что здесь ощущалось ощущается такой момент что вам не достает какой-то свободы вот именно свободы выбора потому что есть вот этого чувства что вроде бы только начинаете двигаться и все время появляются какие-то внешние обстоятельства которые вас связывают которые вас ограничивают и вы как будто вы не можете насладиться своим выбором и вынуждены скорее всего выбирать то что вам не совсем созвучно а то что нужно поэтому в идеале да на более высоком уровне бытия для вас важно стать человеком который действительно ощущает свою свободу и внутреннюю именно свободу выбора что вот он понимает что я действительно выбираю не не из-за нужды какой-то да а именно выбор по по состоянию души именно выбор не выбор без выбора а выбор как таковой еще каким вы хотите быть на более высоком уровне бытия но мастером до мастером человек который что-то старается делать человек который все время находится вот каком-то развитие на чем-то работой оттачивает какие-то свои умения для того чтобы прийти именно к императрице для вы чтобы прийти к состоянию уверенности до постоянства умению реализовывать свои желания и человек который нашел внутри себя вот этот вот баланс гармонию красоту и он этим делится но здесь вот у меня такое ощущение что присутствует все равно какое-то беспокойство да беспокойство в состоянии вы как будто бы выбор делаете из состояния то ли недостатка то ли какой-то тревожности беспокойства и вот вам этого не хватает и вы хотели бы стать именно императрицей то есть та которая не всегда все вопросы решает самостоятельно это тот человек который умеет делегировать до какие-то обязательства человеку у которого есть много разных связей вот человек который порой идет на пролом для того чтобы отстоять какую-то свою точку зрения то есть императрица это не всегда мягкая и пушистая заботливая женщина это еще та которая может и матом как говорится покрыт да и коня на скаку остановить то есть и хватает силы и мужества и храбрости сделать многие вещи на своей жизни если она даже во многих моментах становится и упертой она может отстаивать свою точку зрения очень часто и настаивает на свое мнение на то здесь как будто вы знаете вот для вас очень важен почему-то сейчас выбор по этой позиции здесь вот такое чувство что когда я дорасту до императрицы знаете как маленький ребенок это вот когда я вырос тогда я буду делать все что хочу потому что например когда ребенок маленький и и родители обычно что говорят принеси мне воды да либо там захвати вот это принеси подай вот вот этот вот формат и очень часто дети говорят вы когда я вырасту да и не буду тебе больше ничего не приносить не подносить я буду сам владеть своей жизнью делать то что я хочу а не то что меня заставляет вот здесь какая-то такая энергия идет от этого аркана а от этой позиции от этого расклада человек который хочет делать вот то что ему нравится реализовывать его какие-то желания еще какое вы хотите быть на более высоком уровне десятка сосудов человек который селья слился со своим высшим я дату здесь полное слияние со своим высшим я понимание понимание себя понимание других людей то есть вот здесь человек как будто бы пришел к некой такой целостности до к единению с самим собой но здесь еще семейность на вот проходит что и по императрице и десятки сосудов семейность тоже проходит почему потому что павлин это символ геры если я правильно перевожу на русский язык да имя геры это жена зевса если правильно сказала это вот ее символ она как раз кин у нас была ответственна за семью за семейные ценности и за рождение детей она помогала при родах вот здесь вот эти моменты да вот именно семейности и каких-то ценностей семейных они тоже важны они тоже важны может быть вы здесь беспокоитесь каким-то образом за своих детей сейчас поэтому так показал расклад не знаю но вот вы хотели бы стать таким человеком вот такой у меня был сегодня для вас расклад не знаю понравился не понравился желаю вам всего самого хорошего на встретимся мы с вами среду и посмотрим чем вам запомнится осень либо уже запомнилась это вот мы посмотрим с вами в среду а я с вами прощаю всем пока пока пока